Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Томас Перри и сегодня мы с вами разбираем опять снова группу Skillet, на этот раз песню Monster. Песня стала очень популярной, известной, там какое-то огромное количество просмотров на ютубе у этого трека, клипы точнее. Тем не менее, песня элементарно проста, ну по крайней мере в гитарной партии она очень легкая. Вся песня играется в одну гитару. Начинается все с партии, которая звучит также на протяжении всего куплета. Выглядит она так. Для того чтобы сыграть нужно перестроить гитару. Как я уже рассказывал, нужно чтобы шестая струна, ее нужно дропнуть, чтобы встроить ре, чтобы шестая струна звучала так же, как четвертая. Для этого нужно ее просто опустить, потому что изначально она у вас звучит как четвертая на втором ладу, нота ми, а опускаем и она звучит так же, как четвертая открытая. Теперь что мы делаем? Мы сжимаем на пятом ладу шестую, пятую, четвертую струну и делаем три удара. И один удар по открытым струнам. Делаем паузу, затем специальный удар по мертвым струнам, по приглушенным. И еще один удар по открытым струнам. Затем три удара на восьмом ладу, снова открытые, приглушенные открытые. После этого снова все то же самое на пятом ладу. И вот здесь по одному удару мы играем шестую, пятую, пятую, четвертую. Всегда зажимаем все три струны, шестую, пятую, четвертую. На седьмом ладу, затем десятую, пятый и третий. Только с десятого желательно сделать слайд к пятому. Так играем по кругу много-много раз, потому что это вступление и это же куплет. Перед самым припевом есть небольшой пре-хорус. Мы просто играем восемь ударов по восьмому ладу, и затем по десятому. То есть... Затем начинается припев. Припев звучит очень просто. То есть восемь раз мы ударяем по открытым струнам. Восемь раз по третьему ладу. Восемь раз по восьмому ладу. И затем та же самая концовочка, как и в куплете и почти во всей песне. Ну, там электрогитара, здесь акустика. Можете, не знаю, добавить каких-то еще дополненных штрихов. Восемь раз по восьмому ладу. Вторая часть припела звучит так. Что у нас здесь происходит? Два раза мы бьем по открытым, затем делаем паузу, еще один удар по открытым и два раза по третьему ладу. То есть... Ну, в данном случае мы делаем еще удар по мертвым нотам, так называемым. Но у них это звучит просто. Но на акустике красивее, если добавлять вот эти мертвые ноты. Затем один удар по третьему ладу и два удара по восьмому. То есть принцип тот же самый. Затем один удар по восьмому. И играем пятый, седьмой. Дальше снова начинается куплет. Снова прихорус. И опять, как вы понимаете, припев. После припева снова идет... И уже после второго припева идет прогрош. Он тоже очень простой. Звучит он так. Что происходит? Восемь ударов по пятому ладу. Восемь ударов по открытым струнам. Восемь ударов по третьему ладу. Восемь ударов по третьему ладу только на пятой струне. То есть пятая струна на третий лад, четвертая, третья струна на пятом ладу. Аккорд до. Получается у нас соль, ре, фа, до. Затем снова пятый лад. Открытый. Седьмой лад. И концовочка рифа. После этого такой довольно-таки странный кусок. Здесь появляется лидирующая гитара. На эту маленькую часть играет... Пауза на целый такт. Что происходит? Мы играем на третьей струне. Седьмой лад, восемь ударов. Затем на второй струне шестой лад, восемь ударов. И первая струна шестой лад, тоже восемь ударов. Целый такт паузы. И снова начинается припев. И в самом-самом конце звучит эта штука. Вторая часть припева, его продолжение. Только изначально мы играем без дополнительного удара. Просто каждый аккорд по два удара. А затем уже с дополнительным ударом. То есть два удара по открытым. Два удара по третьему. Два удара по восьмому. Пятый, седьмой. А затем, как разучивали изначально. И все. На этом песня заканчивается какой-то особой кодой, как в предыдущем случае. Уже нету. Элементарно. Все очень просто. Но, тем не менее, звучит классно, прикольно. В этом есть, наверное, какой-то шарм. В плане того, что все настолько просто элементарно. Но, тем не менее, звучит классно, круто и цепляет. Многое, конечно, делает вокальная партия. Поэтому, помимо. Без вокала исполнять достаточно сухо. Ну, на ваше усмотрение. Если кто-то поет, то, я думаю, будет классно. Петь эту композицию. По акустическую гитару. На этом все. Как всегда, все нужные ссылки в описании. Также у нас есть титры, где всегда написано, на какой гитаре мы играем. Точнее, я играю в данном случае. Вот. Это Давина. Я думаю, вы уже про нее наслышаны. Прекрасная модель. Вообще, Давина отличная, на самом деле. Гитара потрясающая. Я в восторге от ценовой категории и политики качества этих инструментов. Потому что, сами посудите, как я уже рассказывал, гитара целиком из массива. Целиком. Найдите еще за такие деньги гитару целиком из массива. Без верхней деки, а полностью из массива. Это, конечно, очень круто. На этом все. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Все. Теперь следующий разбор будет в пятницу. Немножко посложнее. Будет очень такая красивая лирическая песня. И, я думаю, многие из вас, наверное, каёс слышали. На этом все. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok